В 1939-м мы остались дома, ну жили, как не то жили, а что мне 6 лет было, а тут уже пошли военные. Или беда была, но это уже попозже, сначала не было, сухари гладали. Помню, дед пришел, бойзер, сосед, на рождество и поет на рождество, я на печке эти сухарики гладаю. Вот что в памяти остается. Ну а потом что, бегали, на станции жили, в основном на железной дороге там отирались, то в армию везут туда служить призванных, а тут пошли громить начали, поехали, пленных начали везти. Вот немец мне пленный, а Рашина первый раз в жизни тогда я там увидел, дал пленных везли, он киндер-киндер, суетный. Это какой погладит, а какой панзан даст. Танки, пушки, пулеметы, металлолом, мы лазим, нас гоняют наши железнодорожники. И взорвались в школе, человек пять, наверное, погибло. Ну я же не в школу ходил, пацаны. На борошки, на речке отирались целый день. А мы на работе, в заводе, завод там деревообрабатывающий, телеги они делали, да, для фронта. А мы так, шатались, за грибами, за ягодами, за ягодами. Помню, наша вся улица, весь угол плакали. Восемь у нас тогда, это постановление было, немцев, переселять, выселять. У нас зубной врач была, и парень, нам года надо, старший меня, Юрка, мы дружились с ним как-то. Немцы. Его не было у них, дядя, отец был, я, правда, не интересовался, не знал. Она зубным врачом, уважали ее все. Ну, пришел приказ выселять. Собрались там народу, полгалтубанки. Откуда пойдешь? Приказ, увезли. А мы тут. Вот такая вот история. Отец потом воевать начал, присылает. Мать говорит, вот они в поле, на польщике, границе. Ну, что помнили, я то и говорю. Одна винтовка на троих, на границе мы, патрон почти не дают. А тут после войны приехал. Да, во время войны, что, дедушка у нас там, дедушка там, он где-то врачом был. По колхозе, поедет там, где-то убой, где-то сбой, покормит кое-что, дедушка. Даже выкладывали, ездили, он эти яички привезет, бабушка нажарит, она кормит. Вот такие вот, как праздничный обед, к дедушке пойдешь, все. А жили бы недалеко рядом, вот так вот, дедушка. Ну, у них, у деда, по бахчам прибежишь. Я не воровал, и ребят с собой тоже. Прям к сторожу подойдешь, попрощай. На, или сорвет, или сорви, и вот приди здесь кушай, чтобы не разбросли ни кожу, ни ядрышки, чтобы птицы не нанимали. А так, картошка-то уже праздничный обед, огороды. Поливали, пололи, бахчи сажали, картошку где-то там в сосенках сажали. С матерью ходил, она мне немножко. С матерью ходил. Продолжение следует...